так, как-нибудь поудобнее сесть, чтобы с вами пообщаться, давайте наверное о моих снах, я обещал вам, помните, я открыл рубрику на своем канале, так давайте так, кто из вас не подписан, по-альцовски, кто из вас не подписан, кстати свечку очень горячо держать в руках, потому что капает воск, он довольно таки горячий и по какой-то степени наверное от сада мазохист, мне даже это поприку, ладно, те кто не подписан, это канал ЖЭКО, также можно поиски на ютюбе найти в Одноклассниках и в обычном поисковике, ЖЭКО родительский дом или ЖЭКО блоги, короче много названий у моего канала, друзья, но сегодня не об этом у нас речь пойдет, да, о моих снах, о моих снах, вот так наверное будет более крипово, вот, поэтому заранее прошел всех авансом поставить вот такой жирный лайк, жирный, прижирный, ай, видите, я даже из-за вас пальцы себе обжигаю, поэтому, я думаю, я по-любому заслужил от вас лайка. Сегодня у нас 16 января 2022 года, 22.30, это уже почти ночь, такое вечернее время как раз, наверное, для таких вот бесед, посиделок, как мы с вами сейчас, в принципе, чем мы с вами сейчас, в принципе, занимаемся, друзья. Сон мне приснился я, поскольку сейчас праздничные выходные, и я вот, начиная с 27-го числа и вот по сегодняшний день, с 27-го числа того месяца, ну и вот по 16 января, грубо говоря, вынужден валяться дома в койке на своей фирменной, думаю, вы все слышите, раскладушки, на которой я сейчас сижу, вот, и смотреться мы иногда в день по три, по четыре раза, иногда больше. Мне раньше, вот, буквально, до сколько, мне уже, наверное, года полтора не снились сны, и вот резко перед праздниками стали сниться опять. Видимо, потому что я много работал, и просто толком не высыпался, и мозг как-то не мог разгрузиться, а сейчас всю информацию, видимо, не нужно выкидывать. Ну ладно, друзья, не знаю, нужна эта информация для вас или нет, я для себя бы хотел вот этот вот видеодневник, который я веду, да, для себя вот эту вот информацию всю, как сказать, записать, с правом в таком виде, видосик такой вот снять. Приснилась мне моя матушка покойная, которой нет уже в живых пять лет. 30 января будет пять лет, как ее уже нет со мной. Сниться она мне довольно-таки часто, в последнее время особенно, вот, а так обычно перед какими-нибудь праздниками церковными она была очень верующая женщина, и вот, видимо, ее душа все равно хочет мне что-то сказать, поскольку я ее сын, и приходит ко мне во снах попросить сходить в церковь, поставить свечку, подать о упокоении, записку, там службу постоять. Ну, думаю, как у многих родителей, которых уже нет, если вы почитаете своих родителей, даже тех родителей, которых уже нет в живых, которые не с вами, то, я думаю, вы меня поймете. Ладно, друзья, давайте ближе к делу, ближе к тому, что мне приснилось. Приснилась мне моя матушка покойная, которой уже нет со мной пять лет почти. Вот, давайте, наверное, сам сон. Находимся мы на кухне в какой-то квартире. Эта квартира, кстати, довольно часто мне снится. Какая-то хрущевка или, не знаю, я точно знаю, что в этой квартире мы вроде бы как не жили. Но она очень похожа. Мы много где жили, много где я жил с родителями. И не буду вам там район называть, номер дома, город. Город вы сами прекрасно знаете, где я родился и я жил в Зеленограде. Вот. То есть кухня довольно-таки мне незнакомая. И в то же время я когда-то на этой кухне был. Но я точно, точно предполагаю, не буду утверждать, что знаю, да. Но я не... Все-таки мне что-то подсказывает, что я не был на этой кухне. И в то же время мне что-то подсказывает, что я там был. Вот такой вот замкнутый круг, друзья. Постоянно мне снится эта кухня, комнаты. Стоим мы с матушкой на кухне. И она мне говорит, ну, сейчас мы с тобой пойдем гулять. Я так ощущаю во сне, что мне лет, наверное, что-то моя юность. Лет, наверное, мне 12, может, 15. Но никак не 39, как сейчас. И матушка моя во сне выглядит как раз в те годы, когда она молодая была. Когда мне было лет 12-15. Тяжело рассказывать, поскольку все-таки это моя матушка. И я еще не отпустил ее до конца. Но ладно, раз я начал, давайте дальше. Кстати, пишите в комментариях, вообще, к чему этот сон может мне присниться. И, может быть, что-то мне стоит сделать. Но то, что свечку пойти поставить в церковь, это я и сам знаю. Вот, может быть, напишите, что, чего именно мне хотела моя матушка сказать. Хотя, когда вы сейчас, кстати, друзья до конца словно слушаете. Я, кстати, сам понял, догадываюсь, да, чего она хотела этим. Если вы следите за каналом, за моим, нашим с вами каналом Жека, да. То вы мои предыдущие ролики смотрели. И, я думаю, вы поймете, что моя матушка имела в виду. И матушка мне моя говорит, вот, сейчас пойдем мы с тобой прогуляемся. Я такой довольный, да-да, конечно, пойдем. И вот мы уже находимся на улице, на улице летний день. Такой приятный, жаркий, светлый, солнечный. Хотя сейчас на улице зима суровая. Разгар зимы, праздники вот только закончились новогодние. Старый Новый год только закончился. И я резко оказываюсь во сне, во сне, друзья, у какого-то ларька с одеждой. И вижу такую классную бейсболку. Она мне очень понравилась. Я понимаю, что это... Я вообще такой в юности был трепишник, да. И сейчас, в принципе, тоже за модой слежу, да. Ну, в первую очередь, то, чтобы удобно было, да, носить. Ну, и, конечно, как мне говорила моя матушка, чувство вкуса у меня есть, конечно, да. Я вижу эту бейсболку или кепку, как ее обозвать, наверное, больше бейсболка. И я ее прямо с витрины хватаю. А витрина была открытая, как вот на рынках, да. И одеваю ее на себя примерить. И тут мне как начнет, вот, знаете, голову ломить, голова ужасно болеть. Во сне, при том, я уже в полусне таком, уже почти проснулся от боли. Очень мне прям давило что-то на макушку. Боль была дикая. То есть, как будто мне мою голову, плечи, позвоночник удавливали. Вот. Я подумал во сне, какая тяжелая эта кепка, да, бейсболка, шапка, как ее обозвать. Что даже вот мне, я ее снять не могу, я пытаюсь ее снять. И матушка мне сквозь сон говорит, вот видишь, я же тебе говорила, как это. Как же на меня так, друзья, давайте правильно я все попытаюсь дословно. Вот видишь, я же тебе говорила, как это одному остаться. Как вообще одному быть в этой жизни. Я такой, да, да, мама, да, ма, там, да. Я когда мама обращался, когда ма, маме очень не нравилось, когда я ма к ней обращался. Она всегда меня поправляла, говорила, я мама, я не ма. Вот. Но я вот во сне, да, ма, да, я, да, я понимаю. Я такой вот, знаете, друзья, проснулся, с одной стороны, я с матушкой, да, я повидался, я ее видел, пусть даже во сне, да, я по ней очень тоскую. И скучаю, а с другой стороны, у меня прям такая холодный пот, наверное, пробил то, что она вот мне, наверное, наверное, не наверное, она видит, да, сверху, то, что я что-то в жизни делаю неправильно. Я не буду сейчас углубляться, да, именно, что я делаю неправильно, но много, что я в этой жизни, наверное, делаю неправильно. Вот, и делал до этого, да, и вот я ее ожидание, она уже там, на небесах, да, и я ее ожидание, вот, даже сейчас, видимо, не оправдываю. И она вот на меня ругается сверху, да, во сне ко мне приходит и говорит, то, что берись уже за мозги, хватит уже вот это вот. Ты один, ты больше никому не нужен, ты один на этом свете, да, на этой земле. И тоже, наверное, она хотела сказать бороться, да, становиться настоящим мужчиной, как-то вот жить, взять свою волю в кулак, да. Как бы тебе больно не было, да, я вот сейчас воском пальцы обжигаю, да, видите, у меня все пальцы воски. Но жизнь – это боль, да, и боль, и радость. Все в одном. И она, видимо, хотела сказать, что давай борись за свою жизнь, вот, и вот она мне так вот во сне, я же тебе говорила, что как это, да, как это одному в этой жизни, как тяжело, да. Она мне всегда рассказывала, что моя бабушка – это мама моей мамы, ее в молодости, скажем так, ей не помогала по молодости, как вот она пошла учиться в техникум, да, и вот она самостоятельная матушка моя была, всего сама добилась, да, с помощью даже своей матушки, да. И она мне всегда говорила, я вот со студенческих лет, да, сама всего добивалась, ну, вот, и вот ее слова вот эти немножко, они по-другому прозвучали, да, но очень похоже, да, то, что вот я же тебе говорила, как вот это одному остаться, вообще быть, да, у меня, можно сказать, так, родственников нет, есть дальние родственники, у которых и без меня проблем хватает. Поэтому, можно сказать, я один остался, ну, свои семейные, это вам, может быть, в других своих роликах друзья расскажу, в данный момент не хочу я плакаться, вот, я просто скажу, что я, в данный момент я один, вот, я не женат, у меня, да, у меня есть сын, но мы с ним в данный момент отношения не поддерживаем никак, не он этого не хочет, и я сейчас не готов, вот, поэтому родственники тоже устали от меня по какой-то степени, да, и я их тоже поднимаю, дальние родственники. Поэтому, видимо, она мне, не знаю, что-то хотела этим сказать, друзья, пишите в комментариях, все-таки, чего мне хотела моя матушка, чего она до меня хотела донести, мне очень будет интересно почитать, ну, и, конечно, с вас большой и жирный, вот, такой вот, королевский лайк, палец, вовский, чтобы побольше людей посмотрели этот видеоролик, чтобы он попал в рекомендации Ютуба, и написали мне комментарий, мне очень будет, друзья, интересно почитать, давайте, пока!